Святое Евангелие от Матфея, шестая глава, тридцать третий стихи, стих. Ищите же прежде Царство Божье и правду Его, и это все приложится вам. Есть места Священного Писания, которые такого пророческого видения, что-то предсказывает. Ну, а это место, оно легкое, не требует никаких особых толкований, просто сказано тебе, чего надо искать. Царство Божье и правду Его. А что, у меня больше нет никаких проблем, только лишь Царство Божье и правду Божье, и все? Есть еще проблемы, но остальное Бог берет на себя. Все остальное вам приложится. А что Он не берет на себя? А Он не берет на себя мое избрание, чего я избираю, чему я стремлюсь, чему я посвящаю себя. Ищите прежде всего Царство Божье и правду Божьей. Об этом-то, братья и сестры, я желаю с вами и поделиться сегодня. А тема будет «Ищите Царство Божье и правду Его». Прежде всего ищите. Почему так вопрос поставил Иисус Христос, что прежде всего надо искать? Христос знает, что человеку все время что-то приходится искать. В постоянных поисках своих проблем. Проблемы рождаются каждый день, и надо все время решать как-то их. Так вот, Христос говорит, ищите прежде всего, как угодить Господу. Все остальное Бог пойдет вам навстречу, и все остальное вам сделает. Если задать вопрос, братья и сестры, для чего пришел Иисус Христос на землю? Однажды было молодежи, человек пятьдесят, наверное, раздали бумажки каждому. И карандаш, пожалуйста, напишите на бумажке, для чего пришел Иисус Христос на землю. Только напишите одним предложением. И когда собрали эти бумажки, стали читать ответы, то я удивился. Все пятьдесят написали правильно, и почти все по-разному. Ну, например, был такой ответ. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы научить меня молиться. Какая молитва, Отче наш, хорошая, да? Другая записка. Ответ. Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти меня от моих грехов. Правильный ответ. Другая записка. Иисус Христос пришел для того, чтобы сообщить мне, что меня любит Бог. Ну, что, кто будет с этим спорить? Правильный ответ. Другая записка. Иисус Христос пришел для того, чтобы взять на себя все мое горе, все мое бремя, всю мою тяжесть. Правильный ответ. Был и такой ответ. Иисус Христос пришел для того, чтобы сказать, что Отец Небесный меня любит. Правильно. И вы знаете, вот все читаешь записки, читаешь. Ответы разные. Но все правильные. И скажу вам, братья и сестры, я уловил себя на мысли, что раздал 50 записков, а себе не оставил ни одной. Значит, я ничего не буду отвечать. И сам себе задаю вопрос, а что же ты ответишь? Какой у тебя ответ? Вот Иисус Христос сказал так. Не оставлю вас сиротами, предвузовами, чтобы и вы были там, где я. Вот для этого пришел Христос. Чтобы я был там, где Он. Чтобы я здесь на земле подружился с Ним так сердечно, так навсегда, чтобы больше никогда не расставаться. Вся наша жизнь Бог приготовил нас к переселению в небесные обители. Чтобы и мы были там, где Он. И ищите же Царствие Божье и правды Его. Ищите. Будьте в поисках постоянных. Но вопрос другой. А почему же надо искать? Разве не так просто? Бог дал. Вот и держись истины Божьей. И зачем быть в постоянных поисках? Пока еще дьявол не связан узами адского мрака, он постоянно будет претендовать на души наши. Он постоянно нам будет внушать, что есть ценности очень важные и серьезные. Постоянно будет какие-либо искушения предлагать. Постоянно борьба за нашу душу ведется. Доказывать это я даже не знаю, как доказывать. Приходилось ли вам когда-нибудь, ну, забыть позавтракать? Вам приходилось? Ну, это нормально, правда? Ну, встал утром, осуетился. Там надо, то-то надо, то-то надо. И забыл позавтракать. И обед пропустил. Некогда было все туда-сюда. А вечером что-то голова кружится. Ах, да я же сегодня не кушал. Ну, покушал и опять все хорошо. И все нормально. Вот так я просто представляю себя. Но если с вечера положил в сердце свое, завтра утром до обеда я не буду кушать, в посте за детей на их буду молиться, беда с моей семьей. Поверь мне, что уже в 7 утра проснешься, уже под ложечка сосать будет. Почему? Потому что борьба духовная. Потому что дьявол тут как тут. Потому что, когда ты просто забыл покушать, нет проблем, пожалуйста, это твоя проблема. А вот если уже духовная брань, тогда дьявол неравнодушен. Здесь уже вступаешь в конфликт. Постоянный поиск, постоянный поиск нужен. Христос говорит, ищите. А дьявол будет говорить, для церкви Господней. Ну, что останется? Реши вначале свои проблемы. Ну, а потом уже, что останется для церкви? А Христос говорит, нет. В основном для Господа, для правды Божьей. А все остальное я беру на себя. Все остальное принужится. Мы знаем много примеров из Священного Писания, когда святые мужи не могли вот так вот, знаете, спокойно поступить так, как этого требует Бог. И входили в конфликт, ну, с Божьим провидением. Ну, позвольте мне привести один пример. Это святой муж Илья. Помните, о нем говорится, Илья был подобный нам человек. Помолился молитвой. Не было дождя. Потом был дождь. Что управлял ситуацией, стихиями земными. Вот такой был муж веры. Но вот у этого Ильи в жизни были такие обстоятельства, когда он однажды смутился и просил себе смерть. Он останавливал стихии. Он посылал дожди по его молитвам. А здесь он у можжевелового куста лежит и говорит, Господи, довольна мне. Пророков Твоих убили и меня ищут. Больше я жить не хочу. Возьми меня. Братья и сестры, он просто устал сильно. Много лет боролся. Господь ему оказывал милость. Повелевал воронам кормить его тогда, когда кругом был голод. Словом, великий муж Божий. Но и великий он тоже человек. И вот лежит и говорит, все, возьми меня. Братья и сестры, то, что Бог слышал в молитве Ильи, нет сомнения, хоть он был и подобен нам человек. А эту молитву, что он не слышал, когда лежал под кустом, слышал. А чего ему Бог ответил? Выслушал Господь эту молитву и Илья заснул. А потом его толкает ангел. Встань, ешь и пей. Илья проснулся, поел, попил, даже неизвестно, может быть, ворон тот же принес. Поел и опять заснул. А потом опять второй раз. Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою. Поел, попил и пошел. Почему Бог не стал с Ильей разговаривать и спорить не стал с ним? Когда Илья попросил себе смерть, неужели сказать было нечего? Бог бы мог сказать, Илья, Илья, ты просишь смерти под кустом, чтобы я взял душу твою. А знаешь, я приготовил тебе огненную колесницу. Я хочу взять тебя от земли, как никого, чтобы ты даже смерти не испытал. Возьму тебя прямо на небо. И ты не будешь знать, как все смертные, что такое смерть. Ну, представь себе, я тебя удовлетворю, твое желание. И возьму тебя, душу твою. Некому даже похоронить тебя, предать тебя земле. Неужели это доля святого человека? А я приготовил для тебя колесницу огненную. Милый ты мой, ты не знаешь, что ты просишь. Почему Бог так не сказал? Потому что, когда возбужденные чувства у человека, с ним лучше не разговаривать по-хорошему. Дать отдохнуть надо. А потом поговорить, покормить, попоить, пускай опять заснет. А потом разбудить, опять покормить. И тогда серьезный разговор иметь. Вы, не знаю, когда-нибудь испытали ли на себе такое, когда вы сильно возбуждены и раздражены, и уставшие, с вами лучше не разговаривать. Испытали такое? Мой сынок однажды, он провинился, он знает, что он провинился, он за это должен получить. Волна. Он это знает. Подходит ко мне, а я уже и ремень нашел, все. Подходит ко мне, Папочка, можно я тебя о чем-то попрошу, и ты выполнишь? Можно? Но сразу тебя предупреждаю, не проси, чтобы я тебя не наказывал, я тебя накажу. Нет, я о другом. Накажи меня завтра утром, а? Я смотрю на него, думаю, хитрец, хитрец. Знает, что утром-то рука не поднимется. А если поднимется, то слабовато. Он заслужил больше. Когда мы возбужденные, мы пожестче. Когда успокоились, тогда помягче. Мы очень требовательны, когда уставшие, когда раздраженные. И нам кажется, что это непременно только так, и только так. Братья и сестры, когда что-то категоричное у нас, пусть оно сохранится до завтрашнего дня, отдохни немножко. И самый тяжелый разговор оставь на утро. Этот разговор будет легче. А на утро Бог с ним особенно и разговаривать не стал. Он просто указал ему маршрут, куда надо идти. И сорок дней шел. А потом Бог спрашивает Илью, Илья, чего ты здесь? Сам прислал, а потом спрашивает, чего ты здесь? Илья опять начинает рассказывать. Всех пророков убили. Я один остался. Опять все у него осталось. Все на сердце. И Бог объявил ему, что он имеет несколько тысяч людей, которые не преклонили колено своего перед Баалом. Под кустом том, тем он ничего не говорил. Бог знал, что он говорит не то. Не знает, о чем говорит Илья. У Бога подсчитано, сколько тысяч тех, которые не лобызали уста которых и колены, которые не преклонялись перед всем Бааловым. И сохраняет верность. И дальше Ильи говорит, Илья, вот тебе адрес. Вот там находится Елисей. Вот его помашет вместо себя. Благослови на это служение. Как хорошо, братья и сестры, что мы не все знаем, что Бог знает. Нам иногда кажется, что я единственный, который остался. А у Бога своя бухгалтерия. У Него свой надзор. Он может тебе не все рассказывать, но у Него планы. Планы, которые не соответствуют твоим планам. У каждого из нас есть свои проблемы. Есть свои проблемы, братья и сестры. Но тогда, когда наши проблемы проходят через нашего Господа, когда мы излагаем эти проблемы, и Он их решает, то всегда удивительно и всегда чудно. Я часто вспоминаю одну сестричку, старецу, которая рассказала мне о своем обращении к Господу. В Ленинграде жила она. Дети уже взрослые, уже разъехались. Самостоятельная жизнь у ее детей. А она с мужем живет в квартире. На этаже там. Муж ее был ученым. Занимался научной деятельностью. Профессор. Ну и однажды я, говорит, подошла к нему и говорю, Петенька, а он сидел за письменным столом у себя в кабинете и писал. Он все писал, писал. Научные труды. Петенька, говорю ему, Я сегодня шла по улице, вот такое-то называют улицу, и услышала пение церковное, зашла, и там богослужение было. Мне так хорошо, мне так понравилось, и пение хор, и проповеди, и сама обстановка, живительная. А он, Верочка, все, что тебе хорошо, и мне хорошо. А сам даже глаз не поднимает на жену. Знаете, крупные ученые, это тоже немножко ненормальные люди. Даже и глаз не может поднять, чтобы доброе слово сказать. Ну, все, что тебе хорошо, и мне хорошо. Петенька, так ты не возражаешь, если я буду туда посещать? Ну, пожалуйста. Когда-нибудь вспомни обо мне, когда будешь молиться так. Я довольна, что он не против. А у нас, говорит, никогда конфликтов не было. Никогда. Всегда по-доброму, всегда милы, друг к другу. И вот прошло некоторое время, и она опять подходит. Петенька, ты помнишь, я приходила к тебе месяца 4-5 тому назад, и говорила, что я буду посещать? Да. А ты знаешь, я посещаю. Мне приятно слышать. Петенька, сегодня я подошла к тебе. Знаешь, почему? Рад слышать. Почему? Скажи. В субботу будет крещение на Черной речке. Вот знаешь, там, где остановка, там 100 метров от трамвайной остановки. Там будет крещение, и я тебя приглашаю на крещение, майор. Он встал сразу, смотрит на жену свою и говорит, Верочка, я виноват. Я виноват, я запустил эту ситуацию, я тебе разрешу просто пойти поразвлечься, а ты чрезмерно увлеклась. с сегодняшнего дня ты никогда больше туда не пойдешь. Я такого не ожидала от него. Но, Петенька, ну ведь, подожди, подожди, не прикослось мне, не прикослось. Ты хочешь сказать, что мы прежде всего с тобой крестились. Петя, я хочу, нет, нет, не поправляй меня. Ты мне будешь говорить, что мы в детстве крещеные, а это сознательный возраст, совсем другое крещение. Закончен разговор, больше ты туда не пойдешь. А я ему говорю, Петенька, с тобой мне жить всю жизнь, а с Богом во веки веков. Вот теперь ты рассуди, пойду я или не пойду. Это первая размолвка наша. Никогда вопреки я ему никогда не говорила. Это первый раз в жизни. Он говорит так, если ты пойдешь завтра креститься, у меня больше не будет жены, у тебя мужа. Это будут похороны нашей счастливой семьи. Надеюсь, ты меня поняла правильно. Я поняла, что с ним больше разговаривать нельзя. Я повернулась и ушла. Пришла в свою комнату, упала на колени. Господи, что мне делать? Что мне делать? Я знаю, что мне делать. Знаю, а сила где, чтобы сделать так, как тебе угодно. Раскрывай, говорит, Евангелие и читаю. И читаю это место. И щитит прежде всего Царствие Божие и правды его, а остальное все приложится. На следующий день я, говорит, стояла там на берегу и принимала крещение. Я стала специально 32-й, столько крещаемых было, чтобы мне петеньку своего убедать. Народу многое с той и с другой стороны речки, а я его не вижу. Толпы стоят, а я не вижу Петя моего. И вот, когда последний я уже вошла, иду к крестителю напротив толпа, из толпы оказывается в толпе прятался мой Петя, он выходит из толпы первым на самый край берега, сложил умоляющие руки и качает головой. Другими словами, не делай этого, остановись, остановись. А как остановиться, как остановиться? Я уже к крестителю иду, я отвернулась от него, чтоб он меня не смущал, подошла, ну, словом, проняла крещение, прихожу, на берег, переоделись, совершили, говорит, над нами молитву на берегу с возложением рук священства. все расходятся, поздравляют друг друга, цветы, кто ты мне дал букетик цветов. Я стою и жду Петеньку. Первый раз в жизни он ко мне не подошел, ушел сам. Я пришла домой, открыла квартиру, зажгла свет в коридоре, подошла к его кабинету, а кабинет закрыт изнутри. Я поняла, что он в кабинете и стучаться к нему нельзя. Я пришла в свою комнату и говорю, Господи милостивый, я поступила, как ты хотел. Я нашла, что ты мне предложил искать. Позволь мне все завтрашние дни отдать на твое попечение, под твой контроль, да не будет ничего неожиданного, чтобы я могла чрезмерно ну вот так вот не пережить. Следующее утро я приготовил ему завтрак, поставил она поднос, и стучусь в его кабинет. Он открывает, я стою с поднос, а он не уходит с порога, стоит в дверях и говорит, Вера Михайловна, вам что надо? первый раз назвал меня по имя отчеству. Я всегда только лишь слышал от него Верочка. Первый раз Вера Михайловна. Я говорю, я принесла вам завтрак, а он мне показывает свою руку и говорит, посмотрите, смотрю, нет обручального кольца. И я, кольцо снял и бросил в то место, где теперь ваша могилка, где вас крестили. Там покоится и кольцо обручальное. я, Вера Михайловна, хочу вас огорчить. Для меня это неприятно, но все-таки я скажу вам. В мире стало на одну вдовицу больше и на одного вдовца больше. Как и после похорон, ничего нельзя сказать, кроме соболезнования. Желаю вам всех благ перенести эту тяжелую утрату. Я поняла, что с ним о чем-то разговаривать нельзя по существу и говорю ему Петр Иванович, тоже первый раз в жизни по имя отчества назвала Петр Иванович, а вы сегодня меня примите не как жену, а как служанку, которая приготовила вам завтрак. Посмотрела на меня и сжалился, отошел в сторонку, я поставила на письмин стол под нос и ушла. Я поняла, что разговаривать не о чем. и ушла, встала на колени и говорю, Господи, Господи, сегодня наступило то, чего я сильно-сильно боялась. Неужели я для того дожила до 70 лет, чтобы мне пережить такой ужас счастливой жизни более 50 лет, а вот теперь и ради чего? Ради того, что я полюбила тебя, Господа моего, а мне опять вспомнились слова, которые я прочитала вчера, я опять открыл этот текст, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится. Я говорю, Господи, я правду Твую нашла, я Царство Божие нашла, а вот все остальное это мой муж, и я здесь ничего не могу поделать. Возьми на себя полоту ответственности за эту ситуацию. И мне захотелось поклониться низко-низко до земли, до полу. Богу моему я это и сделал. и как-то легче стало. Стали дни тянуться вот так вот. Я все ждала, выходила, когда услышу его шаги, а когда встречалась в коридоре, он со мной здоровался, как с посторонней, случайной женщиной, которая так вот, нет-нет-нет-ник, она не грубил. Но добрый день скажет. Быстро за собой закрывал дверь своего кабинета и подчеркнуто вел себя, чтобы не вступать ни в какие разговоры. разговоры. Я поняла, что мне покорно надо ждать, ждать, ждать. Я ждала. И вот однажды в 12 ночи я думала, уже он дома, и закрыла на крюк изнутри дверь квартиры, как это у нас бывает, когда все дома. В 20 ночи раздался звонок, оказывается, его не было дома. Я открыла дверь, а он сияющий, но очень грязный, мокрый, как будто бы на улице дождик, то не было дождя, как будто я включила свет в прихожей, он закрыл за собой дверь, обнимает меня, целует и говорит, Верочка, какой день сегодня, скажи мне, ты помнишь? Ну, какой? Какой? Четвертый? Да нет, да не в этом дело. Но сегодня сороковой день. Какой сороковой? Ну, после похорон. Ну, ты о чем? Ну, как о чем? Знаешь, мне сильно взгрустнулось. Я на девятый день ходил на могилку, решила на сороковой день пойти сегодня. Так тяжело на сердце. Могилка это то место, где она крещение приняла. И, знаешь, стемнело все, я один остался. И, знаешь, Верочка, мне захотелось, чтобы, помнишь, ты там на траве стояла на коленях и молитва совершалась над тобою? И мне почему-то захотелось, чтобы и мои колени стояли на этой же точке, там, где твои колени. я не знаю, ошибся я или не ошибся, но мне почему-то казалось, что я не ошибся. Стоял на коленях и смотрел на небо чистое. И, знаешь, что я говорил? Я говорил, Господь мой, войди в мое сердце. О, Верочка, если б ты знала, как хорошо у меня было. Ну, Петенька, ну, почему же ты такой мокрый, грязный? А он говорит, да я все нырял, искал кольцо. Кстати, так и не нашел. Но дело не в кольце уже, не в кольце, а дело в том, что все остальное приложится. За всем остальным Бог берет контроль на себя, а ты, а ты ищи прежде всего Царство Божие и правду Его, все остальное Бог берет на себя. Вот в чем дело. Мы вправе делать выборы, как мы хотим, так мы и делаем. Делаем выборы себе. Потом многие разочаровываются в поспешности выбора, что это ненадежно. Разочаровываются. но Христос предлагает приоритет, то есть первое место в выборе нашем правда Божья. Хотя она не всегда вот для жизни вот так вот годится, не всегда, но оно всегда годится. людям кажется, что это маловыгодно, там, это непопулярно, это неславно в народе, там, или еще что-то. Нет, это неправда. Всегда истина Божья. Она очень нужна. Однажды меня один брат посетил ему двадцать лет. мы побеседовали с ним. Он похвалился о своих победах, которые Бог дал ему. Но я говорю, что, милый мой, если у тебя были победы, жди очередной битвы. Искушения могут быть на каждом шагу. Не говори, что ты многоопытный. И как-то, я говорю, переживаю, как из-за всех юношей, так и за тебя. Давай помолимся Богу, чтобы Бог дал тебе силы вот так быть победителем всегда. Хорошо? Ну, помолились. Приклонили колени, помолились. Где-то было в двенадцатый час ночи, когда он от меня уезжал. Он уезжал, так вот у него бусик был. А переулок, где я живу, он не освещался, не освещаемый, темно. И он решил сдать назад, чтобы лучше проехать. И задом машины углом ударил стоящую здесь машину, тоже в усик. И хорошо ударил, хорошо. он вышел из машины, посмотрел, насколько большую вмятину он сделал в соседской машине и думает, первая мысль убежать, завести машину и поехал. Все, темно, никто не видел, не засветился нигде. Все. Потом подумал, нет. Как раз мы молились, чтобы он дал победу в искушениях. я, говорит, понял, что здесь это искушение от дьявола убежать. Подхожу, говорит, к калитке, звонка нету. Начинаю стучать калиткой шум сделаю. Собака лает, свет не включается. Наверное, крепко спят, думаю. Думаю, что я буду всех на ноги поднимать? Написал записку. Прошу прощения, ударил вашу машину. Готов оплатить, перевести в порядок, там, делать все необходимое. Вот мой телефон. Звоните в любое время суток в гору дома. Положил записочку на видное место, так, и уехал. Но я удивился, думаю, моя машина почти совсем не помятая, а та основательно помятая. Не знаю, почему так получилось. Наутро телефон и звонок. Это вы разбили мою машину? Да, я. Давай встретимся. Где? Там три города, в кафе такое-то. Ну, встретились. Мужчина. Это вы? Да. Ну, давай. Ставят на стол шампанское, там, бокалы. Почему шампанское? Я тебе сейчас все объясню. Садись. Сел. Я вот специально пришел к тебе сюда встретиться с тобой, чтобы посмотреть на чудо сегодняшнего дня. Как тебе пришло на ум не убежать, а оставить записку? Ну, скажи хоть, как? Тебя же никто не видел. Но я, христианин, Бог мой всегда надзирает надо мной, бодрствующие око его и благословляющие и обличающие. И вот он мне рассказал. Знаешь, что? Ты совершенно мне ничем не должен. Ты мне не должен. Знаешь, почему? Мне вчера утром ударили в Бог. И богатый человек, он мне деньги обеспечил, теперь у меня все в порядке, у меня нет проблем, я отремонтирую. В общем, нет проблем у меня с этим ударом. И ты мне ударил как раз в это место, которое нужно ремонтировать. Вот и все. Так что ты мне ничего не сделал, только свою машину поцарапал. И брат рассказывает, я возвращался с этой встречи, мне стыдно было, что я еще колебался и сомневался, оставить или не оставить, или убежать. Сколько раз дьявол нас смущает избрать совсем не те поступки, не те действия, не те решения, а ищите чего правды божьи. Нам иногда кажется, что если мы где-то схитрим, то нам будет полегче, да не полегче. Бог наблюдает, Бог наблюдает за нас. Скажите, братья и сестры, Бог одинаково всех нас любит? Ну, точно Он любит весь мир, это понятно, ибо так возлюбил Бог мир, да, что отдал Сына Своего единородного, вот, это понятно, а вот всех ли одинаково Бог любит? Вот тебя сильно-сильно Бог любит? А? Не слышу. Да, мотаешь голову, правильно, говорит, любит. А вот как ты думаешь, кого любит? Тебя больше или твою сестричку там рядом сидящую? Кого больше? Вопрос полеменческий, казалось бы, так вот. Вопрос, на который не так просто можно быть и ответить. А я вам скажу, кого Бог больше любит. То, что Он не одинаково любит, это так оно и есть. Вы знаете, вот есть такие места Священного Писания, где сказано «Око Господне обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Богу». Видит всех, но не для того, чтобы всех поддерживать, а поддерживает только тех, чье сердце вполне предано Богу. «Око» повторяю, «Око его обозревает всю землю, то есть всех видит, но не всех поддерживает. Поддерживает тех, чье сердце вполне предано Богу». Вот вполне предано Богу. Бог с тобой надырает за всеми, а особое внимание на тебя. Бог особо относится к тем, кто прежде всего ищет, как прославить Бога. Ну, например, когда мы ищем место жительства, где нам поселиться, ну, переселяемся, да? Это нормально, когда мы ищем, чтобы и магазин был недалеко, и школа рядом, и музыкальная школа там для детишкам, чтобы было дорогу не переходить там, может быть, еще чего, ну, чтобы климат был так вот более-не-менее. Ну, но если в твоих поисках что нужно для тебя совсем не входит в расчет есть ли богослужение в этом городе или нету, если для тебя самое главное, чтобы работа была, и магазины хорошие, и подъезд хороший, и климат хороший, а негде Богу помолиться, ну, это постепенно, это усмотрится, это, если на второй, на последний план вот это место, вы понимаете, о чем я говорю? То есть Бог-то не против каких-то удобств, каких-то, ну, наших интересов, но наблюдает за всеми и особая милость тем, чье сердце вполне предано Богу, а он сердцеведец, он знает каждого, а теперь вы и рассудите. я помню, однажды в одну семью под Новый год пришел, ну, а я все время в дорогах, в странствии, и вот детишки вокруг меня, и пятилетние, и десятилетние, старше, моложе, я говорю, детки, а семья христианская, я говорю, детки, вот наступает Новый год, пять минут на размышления, через пять минут встречаемся в этой комнате, и каждый будет говорить, что хочет, и мы помолимся, и все получите, понятно всем? Идите поразмышляйте. Детки разбежались по квартире, я им сказал, даже можете посоветоваться с родителями, с братьями, с сестрами, старшими, можете все посоветоваться, ну, словом, через пять минут все встречаемся, ну, встретились. Я говорю, все готовы? Все говорят, готовы. Так, начнем с тебя на младшего, а ему лет пять. Что бы ты хотел получить от Господа? В Новом году. Я бы хотел в Новом году быть богатым. Нет, это не считается, нет, нет, так мы молиться не будем. Ты говори конкретно, чего ты хочешь. Я хочу в Новом году иметь новый пододеяльник. А зачем он тебе? Ты что, нет пододеяльника у тебя, что ли? моя правая нога все время в дырку попадает. Ладно. Ну, дети, согласны, чтобы у Илюши был новый пододеяльник в Новом году? Согласны все? Согласны. Давайте приклоним колени, помолимся. Все. Илюша, считай, что у тебя есть новый пододеяльник. Жди, придет. так, какие еще, у кого какие, по порядочку давайте все. И вот, знаете, один за другим, один за другим, и каждый высказывал свое желание на Новый год, рождественские праздники. И вот девочка ей 12 лет. Я говорю, а у тебя какое желание? А у нее слезы выступили. Я говорю, наверное, трудно, и что-то ты задумала, да? Да. Ну, говори. Я хочу, чтобы в Новом году я получила возрождение свыше. Я растерялся, я думал, что-нибудь, понимаете, что можно купить, а это уже не купишь? Я говорю, а ты что, не знаешь, как это делается? Обратись к церкви, чтобы за тебя помолились. Скажи свои желания, церковь помолится. Я боюсь. А чего ты боишься? Что, стесняешься? Да нет, не стесняюсь. Боюсь. А чего боишься? Боюсь, что я скажу так, чтобы за меня помолились, чтобы получила возрождение. Все помолятся, будут меня поздравлять, а я не получу. Что мне тогда делать? И совсем расплакалась. вы понимаете девочку-то? И я понял, что она права. Она права. Я говорю, деточка, ты на правильном пути. Ты хочешь, чтобы в этом году ты получила возрождение, да? Да. Желание хорошее. Давайте мы, детки, примем это желание. Давайте мы помолимся Господу, чтобы она, Лилечка, получила возрождение свыше в этом году. Приклонили колени, все дети помолились о ней по этому вопросу. Но я после молитвы говорю ей, миленькая ты, вот в этом году будь очень внимательно в какой-то момент к тебе в твое сердечко постучится Христос. Смотри, не пропусти, он может мимо пройти. Ответь ему сразу. Ну, так вот, как пожелание сказал, ну и все, пошли дальше. Прошли года. Пришло время, я посетил опять эту семью, опять там я переночевал, знаете, моя жизнь такая странствующая, то там, то там, то там. И вот мне папа, глава семейства, рассказал. Это было в августе месяц. Меня говорит, Лилечка будет и говорит, папа, вставай. Я посмотрел на время, 3 часа ночи. Я испугался, говорю, Лилечка, что с тобой? Проверил головку ее нормальной температуркой. Что с тобой? Говорит, папа, мне кажется, что Христос стучится в мое сердце. Я говорю, Лилечка, иди спать. Утром помолимся. Папа, а если пройдет Христос мимо? Я полежал, думаю, нет, это серьезно. Надо вставать. Пошел, умылся, чтобы хоть бодреньким быть, все. Пришли на кухню, чтобы никому не мешать. Прочитал слово. Говорю, Лилечка, помолимся Богу. Ты же долго ждешь Иисуса в свое сердце. И вы знаете, это был ее момент обращения к Господу. Теперь, конечно, она член церкви, конечно. Но тогда, когда ее спрашивают день обращения, она называет ночь обращения, 20 августа такого-то года, когда ей было 13 лет. Да, теперь она уже взрослая, теперь уже это прошедшее. Но я хочу сказать, ищите прежде всего Царство Божье и правды, любые подарки проходящие, а есть ценности, которые никогда не пройдут и влекут эти ценности в жизнь вечную. Ищите Царствие Божье, ищите правды Его, все остальное приложится. Мы будем самыми счастливыми, самыми благословенными людьми во всяком народе, потому что все приложится, всякое благословение приложится, если мы всегда искали правду Божию. Мы всегда перед выбором, всегда перед выбором. Я однажды говорю одному брату, а он очень талантливый проповедник, всегда моего слово давали ему воскресенье утром, потому что больше всего народу приходит утром, больше всего собрания. А здесь он долгое время уже воскресенье утром его нету. Встречаю. Почему ты воскресенье сейчас на собрание не приходишь? А он говорит, а я работаю в фирме. Ну и что? А у меня выходной понедельник, вторник. А чего такой строгий начальник у тебя? Почему воскресенье как христианину тебе не взять? Нет, могут дать мне и воскресенье, но я сам выбрал понедельник, вторник, вместо субботы воскресенья. Почему? Понимаешь, воскресенье я зарабатываю в 15-20 раз больше, чем в понедельник. Ведь что лучше, в 10 раз больше получить или в 10 раз меньше? Я говорю, ну, наверное, лучше в 10 раз больше. Ну, ты сам и ответил, никаких вопросов больше нет. Вы знаете, так это тяжело. Скажите, чего он прежде всего ищет? Он ищет прежде всего всего остального. А Царство Божие, ну, потом, с понедельника до пятницы, да? А Царство Божие, Христос говорит, в первую очередь ищите. А я знаю тех, которым предлагали очень серьезные работы, но при условии все воскресенье будет занято. Да нет, говорит, я Богу поклоняюсь воскресенье. Не устраивает меня ваша работа, ну, ищи тогда. А легко сказать, ищи, когда ничего нету кругом, и жить не на что. Сам Бог выходит. И еще, я вам скажу, братья и сестры, я не знаю всех ваших обстоятельств, не знаю, но знаю, что дьявол, у него один почерк, украсть, убить и погубить в конечном итоге, а у Бога тоже один почерк предложить Царство Небесное и правду, а все остальное Бог берет на себя. Я благодарю Бога за возможность сегодня такую простую тему побеседовать. Здесь нет ничего такого богословского, спорного, какого-нибудь толкования. Это так все просто. Пожалуйста, прошу вас, милые, запомните, какие приоритеты должны быть, что самое главное в жизни. Никогда Бог милости своей не оставлял тех, кто избирает Царство Божие и правду Его. Душа без Бога счастья не имеет свет, тоскует, плачет, мечет, заболит. И в мире нет целебного Илеза, который эту душу исцелит. Ей нужен Бог, лишь Он ведет рада, ничто другое и никто другой больной душе. Молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой. Бог Бог есть велик и все при Ним смолкает, вселенная трепещет пред Творцом, но то, что душу с Богом разделяет, уже давно искуплено Христом. Христом Субтитры 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 Ничто другое и никто другой, больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой. Ей нужен Бог, лишен ее от рада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой. Субтитры создавал DimaTorzok